МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие гости! Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Я начну представлять Ули Андреас Линдеман, генеральный консул Королевства Норвегии в городе Мурманске с супругой Берет Линдеман. Спасибо, что пришли к нам. Юхан Вассера, глава муниципального образования Каутакейна, и Йорген Холтен Йоргенсен, консул генерального консулства Норвегии в городе Мурманске. Расскажите, почему именно Наринмар был выбран местом проведения подобного мероприятия? Спасибо. Да, это интересная история. Когда мой супруг был здесь в прошлом году, на встрече с губернатором Игорем Кошиным возникла такая идея, мечта, можно сказать, праздновать 17 мая наш День Конституции именно здесь, в Наринмаре, впервые. И вот мы здесь сейчас с большой-большой делегацией, 24 человек, и включи тогда наши друзья из Каутакейна, и те, которые занимаются эллиноводством и политикой. Широкая делегация, которая отражает наше норвежское общество, но тоже отражает сотрудничество между нами и округом здесь на севере. Какие пути сотрудничества есть у Норвегии и Нинецкого округа? Ну, как я уже сказал, эллиноводство и сотрудничество коренных народов это очень сильное и важное. Но тоже делегации, тоже предпринимательные, так что бизнес, но тоже нефтегазовая промышленность включены в делегации. Сатурь здесь уже долго занимается, и они здесь со мной, с нами сейчас. Небольшая справка для наших телезрителей. 17 мая — это День Конституции в вашем королевстве. Я поздравляю вас с праздником. Расскажите, пожалуйста, о программе Дней Норвегии в Нинецком округе. Ну, вы уже говорили, да, что главным событием станет концерт российских и норвежских музыкантов. Это, в первую очередь, Архангельский камерный оркестр в полном составе совместно с норвежским солистом Ула Роккунес, саксофонистом. Они выступят и они поиграют сочинения того же Роккунеса, то есть современное сочинение. Потом сочинения Грига Эдварда, нашего великого композитора, ну, а также вашего Петра Чайковского. После антракта выступит самское трио, самские музыканты из Каутукена и из Осло. Это Айя под названием Айя. Они нам поиграют в современном виде, они поиграют самскую музыку на самской теме. Вот это главное событие. Ваша программа пребывания в Наринмаре тоже довольно насыщенная. Расскажите, что удалось посетить, какие места, может быть, вам понравились? Мы уже посетили село Красное. Мы туда, если вчера сразу, ну, мы приземлились в Наринмаре, покушали и поехали сразу в село Красное. Там мы познакомились с теми, кто работает в этом центре Ремсюл, в местном центре. Они нам показывали свои изделия, что они там изготавливают из оленяных шкур, из оленяных там других изделий. Очень, очень, то есть очень сильно это нас впечатляло. На очень высоком уровне они работают, очень хорошие вещи там делаются, мне кажется. То есть село развивается. Это заметно. Еще мы сегодня были в Пузовзирском музее, познакомились с тем местом. Само место Пузовзирское мы, конечно, не увидим, поскольку дороги не позволяют в наше время. Именно сейчас. А дальше еще мы ознакомились с краем путем посещения Кроверского музея. Какие еще направления сотрудничества есть между Норвегией и Ниндзским округом? Берем один яркий пример. Сегодня губернатор Ниндзского округа Игорь Викторович Кожин поздравлял Норвегию и всех норвежьев с Днем Конституции, 13 мая. Он в своем поздравлении ВКонтакте особо подчеркнул важность сотрудничества в сфере здравоохранения, а в частности в сфере телемедицины. Почему телемедицина важна? Мы говорим об огромных территориях с очень небольшим населением. То есть для того, чтобы обеспечить нормальное здравоохранение в этих отдаленных местах без современной техники и без телемедицины, наверное, не обойтись. Это практика, которая принимается с каждым годом все больше в Норвегии, а также и в Ниндзском автономном округе. Тут все больше и больше с каждым годом это имеет развитие. Это поможет оказать нормальное доступное обеспечение здравоохранения. То есть услуги по обеспечению здравоохранения в отдаленных местах. Это очень и для нас, и для вас актуальное место. То есть актуальное направление сотрудничества, которое успешно развивается. Расскажите, пожалуйста, что общего между нашими народами? Расскажите, пожалуйста, меж веи. Наринсвейный, самый меж грестретилер. Это gaat по традиционямPro 에 rei, которые очень жахи в развитии, тоже очень хорошо этой правосель Face, радостно «Коммуневопнları», кауток 해서, дула в кауток! Какие громкой, также сильные традиционы к дороге. место paid в шляпу, истамидское упражback, с масштабое, з autism и страваев. Так, значит, в первую очередь я хочу сказать, что ландшафты очень похожи, ландшафты наши и ландшафты ваши, они очень похожи друг на друга, то есть это открытые пространства огромные, это дальше климат холодный, долгая зима, весна поздно приходит, суровые зимы, это еще наши народы, то есть наши культуры, они друг на друга похожи очень, жилища наши с вами очень, ну, не то, что инотичные, но похожи друг на друга, ваши чумы очень напоминают наши, даже в нашем гербе поселка или муниципального образования Каута Кейну изображается чум, то есть наше лавво, очень похожее на ваш чум, то есть жили и живут более-менее одинаково, то есть рационные культуры, они очень похожи друг на друга, еще и экономическая деятельность, то есть хозяйственная часть наших культур тоже напоминает друг друга, и кладное искусство также не сильно отличается, поскольку материалы одни и те же. Расскажите, пожалуйста, немного об истории сотрудничества наших городов. Куда ты расскажешь о историю для сотрудничества между нами? Да, это все началось с 1991, и это довольно-менее, в раме, в раме, в раме-кзаке в раме, Продолжение следует... 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 Мы вчера посещали Селло Красное, посещали там центр ремесел, подселенных, что тоже момент, по которому мы бы хотели продолжить сотрудничество. То есть, в принципе, самое разное родное мероприятие мы бы хотели провести. Продолжение следует... Продолжение следует... Там мы видели музей, лесопромышленный завод и историю о нем Мартина Ульсина Селла Паларис. Так можно сказать, что история сотрудничества проходит все-таки, ну, красной нитью до сих пор. Был промежуток, конечно, но мы продолжаем сейчас. И очень-очень насыщенная программа между нашими регионами и странами уже. И особенность в Арктике, где ресурсы большие и тоже ответственность большая. Мы разделяем эту ответственность. Тоже, если я могу, я хотел сказать, что особое дело для нас, каждый день Конституции в Норвегии мы ходим в шествие. И это шествие, это особое дело для детей. День Конституции — это день наших детей, потому что они все-таки новые поколения. И мы тоже говорим, что хорошая Конституция — это великолепный повод праздновать. Великолепный повод праздника. И вот сейчас мы проводим праздники, наш самый большой у вас. И это очень-очень радует. И я хотел тоже сказать, высказать нашу благодарность Наринмаре, городу и округу за то, что принимали нас. Такая большая делегация. Расскажите, а как отмечается День Конституции в вашей стране? Ну, она, ну, день такой же у нас. Вся Норвегия сегодня ходит в шествие. Дети, они мороженое кушают, наслаждаются такими вещами. Это их день. Ну, для них это может быть игра и приятные вещи. Ну, в фоне это серьезное дело. Наша Конституция. Как и в всяких странах, конечно. Ну, как сказал, мы очень гордимся своей Конституцией. Ей 200 лет, точно 203, по-моему. И интересный исторический факт тот, что Россия в то время после войны с Наполеоном помогли, Россия помогла Норвегии стать, ну, не совсем, не за вызовом, не за вызовой страной. Но за то, что мы могли иметь свою Конституцию. Потому что это являлось первым шагом для несовершенности Норвегии. Очень важный шаг. Вы упомянули про детей. А почему важно воспитывать патриотов своей страны с детства? Я не сказал бы патриоты. Может быть, можно другое слово все-таки. Но что они понимают, какие вещи для нашего общества важны. Что они не бесплатные. Что страна строится каждый день. И что Конституция, хотя она наш главный закон и там лежит, надо его уважать и укреплить каждый день через свое действие. Спасибо. Расскажите, чем интересна Норвегия для туристов из Российской Федерации? Может быть, посоветуете посетить какие-то места? Ну, во-первых, мне кажется, побережье наше. Фьориди. Рыбалка морская. Она очень популярна среди российских граждан. Фьориди наши. Природа, ландшафты. Ведь норвежские фьориди, они знаменитые во всем мире. И в России об этом знают хорошо. Города Осло, Берген, это, конечно, тоже актуальные места для любого, мне кажется, туриста, посвящающего Норвегию. Но и не в последнюю очередь Северную Норвегию, которая ближе всего к России. И в котором живут наши хорошие соотечественники, представители савского народа в том числе. Дорогие гости, не могу не отметить ваши прекрасные наряды. Выглядит его очень интересно. Расскажите, госпожа Линдеман, про ваши костюмы. Да. День Конституции, 17 мая, это главный день, когда мы носим эти костюмы, народные костюмы. Это традиция не очень старая. Он носился 100-130 лет назад. И это костюм, Хардангер-бунад. Кстати, тоже муж носит Хардангер-бунад из западной Норвегии. Это самый старый народный костюм. Но есть очень много разных в каждом районе. И даже в городах есть свой костюм. У Йорген, наш коллега, он носит костюмы от Вальдреса. И, конечно, и самский вариант – это кофты. Но мы очень любим эти костюмы. И население женщин, почти 80% народа сейчас умеет костюмы. А носятся ли такие костюмы в повседневной жизни? Да, сами на свадьбу, и христиан, и на Новый год можем тоже носить их. И все самые веселые возможности. Праздники. Праздники мы носим. Расскажите, пожалуйста, немного о норвежской культуре. Ну, норвежская культура. Мы, это мне очень трудно сказать на русском языке, но вагетах бунная культура. Христианская. Христианская, да. Да, в Норвегии у нас христианская культура. Мы были в музее сегодня, и мы видели культуру. И я видел очень многое, похожее как норвежская христианская культура. И сегодня будем слышать музыку в концерте Эдварда Григ. И он, его музыка, это инспирация из народного музыка, который забрал, кстати, прапрадедушка моего мужа, Людвиг Маттиас Линьеван. Это тоже интересный факт. Ну, сейчас я очень горжусь тоже о нашей современной культуре. Дизайн, который мы можем смотреть сегодня на выставке. И архитектура, очень интересный, который стал очень известный, весь мир. У нас архитект Снёхетта, который строит Сваистан, везде, США, в Асии, и разные страны тоже в Европе. У нас очень хорошие художники и музыка. Мы будем слышать эту группу из Калткинио, и очень интересный смесь современной музыки и традиционной музыкой с Амской. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о каких-то перспективах сотрудничества Ненецкого округа и Норвегии. Ну, перспективы, они интересные. Они, конечно, по плану бизнеса. Там можно только развиваться. Тоже культурные связи, они развиваются. Очень интересно. И особенно эти культурные и традиционные связи коренных народов. Но я уверен, что на плане бизнеса можно тоже говорить о том, как коренные люди, они развивают свой народный и традиционный бизнес. Как, например, оленоводство. Это очень важно. И именно об этом этот договор по сотрудничеству между Калткинио и Наринмарь, побратимые города, об этом. И перспективы там очень большие. И мы уважаем своих самских и малочисленных тоже народов разных. Их много. И мы тоже уважаем их способ жизни. И так, как их музыка, которая станет современной сейчас. И входит в себе эти традиционные элементы по-новому все-таки. И это показывает всем нашим обществам, как это богатая культура. Я думаю, что эти общие элементы традиционной музыки и образцы жизни очень-очень важно развивать. И там большие перспективы. Госпожа Линдеман, скажите, является ли Россия популярной для туристов в вашей стране? Да, ну и я думаю, что нарвейцы должны поехать больше в Россию. Потому что у вас прекрасная история, культура. И, ну, конечно, много знают Петербург и Москва. Но я считаю, что надо смотреть больше, чем эти большие городов. Например, район, как и здесь, с этой натурой, природой. И это просто прекрасно. Господин консул, как проходит ваша повседневная работа в консульстве в городе Мурманске? Какие направления вы можете отметить? Ну, там все направления, которые важны для норвежского общества вообще. И, можно так сказать, отражают все эти деятельности, которые являются важными в сотрудничестве с Россией вообще, и особенно, естественно, на севере. И это народная дипломатия. Это наш способ дипломатии здесь на севере. И там, можно сказать, что именно эта дипломатия народная очень насыщенная. Там очень много спорта, культуры, до бизнеса, до политических отношений. Недавно наш министр иностранных дел Бергебринда был с большой делегацией, и я тоже там был, с моими сотрудниками в Архангельске, когда шла конференция Арктика «Территория диалога». Вот эти арктические вопросы, они для нас очень-очень важны. Можно сказать, что самое важное для Норвегии в эти дни. И там общие интересы. Там, можно сказать, конечно, там здесь в Арктике огромная территория, там ваши русские интересы, и там норвежские интересы, но там тоже общие интересы. И их регулировать, и над этим работать вместе, это уже дает очень-очень хорошие результаты. Смотрите, например, на треску. Это самый крепкий треска мира здесь, на севере, в наших водах, именно потому, что мы сотрудничаем с Терреской. Приоткройте, пожалуйста, занавес. Что ждет жителей Наринмара на сегодняшнем концерте? Может быть, какие-то особенности подготовили? Там одна особенность, можно сказать, да. Вот, вы знаете, интересный факт, что каждый год я, как и все мои коллеги, главы Депмисы Норвегии по всему миру, мы посылаем свои поздравления нашему королю, потому что это все-таки самый важный день нашего общества и короля. И я тогда каждый год тоже получаю от короля поздравления. И в этом году я получил от него поздравления, которые он хотел, чтобы я передал жителям Наринмаре и Окру. и о том, что это сотрудничество с Наринмаре ходит вперед. И тоже, чтобы эти отношения наших коренных народов здесь были полагательными и дали результаты тоже. И мне очень просто так приятно прочитать такие поздравления от нашего короля всем, всей нашей делегации и жителям здесь. Для Ненинского округа это тоже большая честь. И вообще дни Норвегии в Наринмаре вызвали неподдельные интересы у жителей Ненинского округа. Мы благодарим вас за возможность присоединиться к вашей культуре. Успехов вам в вашей работе. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Я напомню, сегодня в гостях программы «Актуальное интервью» на телеканале «Север» была делегация Норвегии, которая прибыла в столицу Заполярья в рамках Дней Норвегии в Ненинском округе. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!